Ищите развлекательный канал по тематике ML? У меня есть, что вам предложить. Динамично развивающийся канал Трекстерина. На нём вас ожидает отличный монтаж, юморные пародии на гайды, вторым скиллом Акай делает из этой лягушки лягушку-путешественниц. Ну, типа, вы поняли, да? Кидает я... А также эмоциональные стримы. В общем, зайдите, посмотрите. И если понравится, подпишитесь. Подскриптум. Нет, он не платил мне 100 тысяч долларов за рекламу. Мур, привет, друзья. С вами Зверько и зелёный гайд на Чан Э. Пусть вас не смущает слетевший перевод в русификации свои сложности. Хотя и ждали мы Селену, не стоит расстраиваться. У нас появился хороший маг, усиленный сан и Арнута Рафаэль. Как бы есть чем поиграть в ожидании. Как и многие, наверное, уже заметили, Чан Э по геймплею немного напоминает Циклопа. Наверное, благодаря быстрой перезарядке навыков. Как же начать осваивать Чан Э? Выберем дополнительный навык. Тут как у всех магов без эскейпа. Спринт, вспышка или даже отспнение, если у вас хорошая реакция. Из эмблем берём общие эмблемы мага. С перком Нечестивая Ярость. Навыки. Пассивка. И счастливый кролик. Каждый раз, попадая по противнику навыками, Чан Э получает единицу стака. За каждый накопленный стак в 40 единиц, получает постоянную прибавку в 40 магической силы. Количество усилений, похоже, что не ограничено. Набрали 20 раз по 40, получите 800 магической силы. А чтобы жизнь мёдом не казалась, когда вас убивают, отнимают 15 единиц от последнего незаполненного стака. Хорошая пассивка позволяет усиливаться в течение всего боя, с учётом того, что первый навык действует по площади, а второй навык состоит из 5 выстрелов. Плюс к этому, если точно попасть ультой, то получите 7 очков стака. Только учтите, что зачисляются попадания только по героям противника. Первый навык. Лунное сияние. Чане призывает омут, который замедляет постепенно противника, а после стягивает к центру, нанося урон и замедляет. Навык контроля и массового урона, поскольку контроль перемещением прерывает касты противника. Жаль, каст довольно долгий. Второй навык. Пиу-пиу-пиу. Чане выпускает, не останавливаясь, 5 снарядов, и если хотя бы 3 попадут, то это оглушит противника на 1 секунду. Навык вдобавок ускоряет Чане и обладает очень коротким КД. Снаряды обладают небольшим эффектом АОЕ. Это приятный плюс. Чтобы толково применять этот навык, вам придется, подобно Харли, подстраиваться под движение противника и немного предсказывать его. Ульта. Кроличья ракета. Чане выпускает снаряд при попадании в цель, он разрывается на 6 кроличьих голов. Страшную картину рисует воображение. И эти... Давайте назовем их ракетами. 6 ракет летят в цель, в которую вы попали, нанося существенный урон. Если же вы, ракетоносителем, не попали в цель, то в конце пути она разлетится по-прежнему на 6 осколков, которые атакуют ближайшую цель. Этот навык отличное орудие убийства. Старайтесь попасть им в сквишового персонажа. И, если даже не убьете, заставите его отступить. Теперь о тактике. На самом деле, тактика боя существенно отличается от циклоповской. Первым навыком надо угадывать время для попадания. Вторым навыком надо предсказать движение противника. А ультой попадать. Благо, она пролетает сквозь крипов и лесных монстров. У циклопа же меткость нужна только для первого навыка, и тот летит сквозь противника с широкой областью нанесения урона. Предпочтительно играть Чане на фланге, поскольку играя на меду, поначалу она весьма долго забирает лес. А на фланг можете не успеть. Второй навык не очень-то много добавляет скорости. Привыкайте к комбинации. Первый навык, тут же второй в центр этого навыка, и запускаем ульту в оглушенную цель. Эта комбинация наносит мощный урон. Кусты вы можете проверять первым навыком, но ставьте так, чтобы середина омута стояла чуть за кустами. Так вы вытянете из кустов противника, если попадете по нему. Спасти союзника, за которым гонится противник, вы можете с помощью первого и второго навыка, особенно после того, как соберете жезл снежной королевы. Залог успеха попадать ультой и вторым навыком в 100% случаев. Ну и переходим к сборке. Моя сборка схожа с сборкой на циклопа, но порядок изменен. Жезл молний. Его хватает для регена маны, особенно если мы под бафом. Магические сапоги. Весьма профитны для мага. Пылающий жезл. Сильно повысит урон. Жезл снежной королевы. Позволит вносить больше контроля навыками и легче попадать по противнику. Концентрированная энергия. Позволит исцеляться, не выходя из боя. И охранная реликвия даст больше урона комбинациям и магической силе в целом. Итак, я считаю, Чане достойной представительницей магов. Два навыка с контролем. Сильная ульта и мощная пассивка. Пишите в комментариях, как вам эта девочка. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok